так здравствуйте подскажите хотела сделать заказ мне нужно слива груша и красная смородина еще вопрос мне нужно сделать сад на новом участке городской области занимаетесь и вы организации таких заказов знаете меня многие принимают за такого крутого мэна который своими щупальцами своей паутиной всю Россию например спрашивайте если у меня представительство Ленинграде там же то есть в Питере в Москве или хотя бы в Новосибирске там в Челябинске нет конечно есть маленький скромный питомник удастся продать тысячу садовым детям значит слава Богу вот эти решения не удастся в каждом году все чувствуется в стране все больше проблем и люди все меньше обращать внимание на садовость тенденция налицо вот когда-то ой нет ладно не будем обрушен вот и вот что получается значит вам нужно сделать сад если вы обратитесь кому-нибудь из тех кто этим занимается профессионально вот первым делом вы это а давайте давайте переписку лучше итак ответ мой живу в Сибири сад и питомник в Краснодарском крае кстати питомник зимует на морозе это уникум вставляете приходит весна сильнейшая обрезка буду показывать когда приедет это грубо съемочек отрезаясь в половину хотя бы примеру пол кроны никаких следов подмеждая вообще вообще вот и вот мне пишут ну вдруг бывайте в Ленобласти это я это все без того года к железу отвечает справка любая организация в вашем регионе посадит вам сад и через один-три года он будет мертв вот я не знаю слышит для меня вот конкретную минуту мирослава из-за из этого самого из питера да вот она допустим профессионал у нее высшее образование она не вот эти которые это самое зачем-то набросились на нас вот как будто действительно что-то в отличие от нас что-то понимает пробовали конечно получили по морде но дело в том что представьте себе что а вот возьмем то же самое проверю уже в лишний раз создать и будут вот они они там светятся они главную роль играют они советы дают всем каждому несколько веточек все мы все полумертое полу винилые и тут же ой прошу прощения вот дела так вот значит так получается ой сейчас сбился душе 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 а вот предложить такую сумму от которой она не откроет скажется ну например 10 миллионов и она посадится ну так я уже утерю конечно это гипотетический разговор 10 миллионов и она говорит ух конечно там уже она считает что чё там взял посадил и вы представляете сто процентов сад будет мертв да а других даже у вас других не знаю смотрите я когда мне говорят ленинградская область питер санкт-петербург и меня сразу шерзил там есть умнейший мужик павел троценко молодой мужчина вот удивительно работоспособные грамоты невероятно еще и такой дотошный что меня до инфаркта доводил потому что вот ответь ему чем отличается вот этот от этого и вот получается есть такие а из тех которые меня я рассказывал прекратил доступ как бы мой доступ к этому большую литературу присылает на этот самый научный редактор крупнейшей газеты его письмо рукописная он держит зачем был написан еще раз там было написано как вы верите какому-то железу когда у меня 18 сортов форм абрикоса выпали до плодоношения вот это и уровень хотели попробовать доктор наук а попробуйте он попросите сопротивление 10 миллионов дайте нету таких сейчас нету есть несколько человек буквально там же сразу в голову приходит макаров омнинская это самый козел этот самый или там виноградов но это наши люди вот и вряд ли они согласятся к вам посадить вам сад а вообще тем более не за какие деньги даже назовите 10 миллионов я не поеду все равно потому что у меня сейчас моя роль сейчас стране до страны извините за вас как куда важнее чем даже 10 миллионов заработать вот я пишу железу прежде пусть покажет вам выращенный ими полносящий сад вот это основа основ вот тогда приглашайте если найдется такой а у меня таких примеров нет а есть там наши люди вот но они настолько самостоятельно вроде над наталья и рук у него свое дело у него свой канал у нее свой сад у него своя там это бизнес там цветы и много чего еще память у меня плохая да все никак не покажу ее не дохожу до этого вот но это такие случаи единичные а теперь так ваш шанс это заказы принимает моя невестка железова татьяна вот но это не конец вы знаете что дальше было вот мы поговорили и вдруг смотрите я никогда ничего не выдумываю мне сам бог посылает такие эти самые как их назвать вот я у вас купила два года назад грушу забыл ее на почте ну понятно вот у детей моих еще раз она месяц там лежала потом сунула в замороженную почву то есть уже была зима а в этом году у меня уже две груши на ней еще про завозную землю и замену песка это уже отдельный разговор я сегодня уже не потяну его вот вот это вот эту тему она как бы тянется одно за то она про то то про фору а то про рема ну и то приятно и вот смотрите я груша ну что я вижу уж сразу я вижу что она не калечила груша воспряла да значит она и не калечила видите помещено эту грушу в этот туда где миллион подписчик этих самых просмотров я подписчику подписчиков чтобы я им вот эти бы дамы бы сказали срочно отрежьте боковой ветке вот но дураком нет вот этот момент а вот вторая груша смотрите еще одно письмо или продолжение то письмо что тоже месяц на пусть и лежала бедная а вторую такую сломал снег а потом остатки скосили а сейчас я увидел что она бедная все равно растет и дала побег и скорее видимо я городил чтоб не скосили опять хотели видели ну живучесть да согласны вот и наконец следующее письмо о чем написано это ваш саженец вот чем я и горжусь еще не все еще одно письмо две груши круто это не я это она я думала лет 10 нужно чтобы плоды были а тут на второй год а была засохшая палка просто воскнули в землю промершили ну что за что нас так ненавидеть